привет друзья рада вас видеть на моем канале сегодня будет у нас интересное видео сегодня я покажу вам часть моей текущей работы как я рисую портреты и часто спрашивают именно про рисование глаз кота да как сделать объемными живыми реалистичными и мы с вами сделаем небольшой кусочек потому что левая сторона до от нас левая у кошечки она готова мне нужно сделать правую и вот возьмем какое-то количество времени сколько успеем столько сделаем я думаю глаз и вот какую-то зону вокруг него то есть буду подробно комментировать все что делаю я думаю что тем кто рисует тоже это пригодится да будет интересно я рисую с телефона но бывает открывают ноутбук до дополнительно где вижу изображение а телефон я кладу рядом потому что здесь я могу приблизить сюда до нужного мне размера видите уже соотношение виде цвет пропорции и так далее да получается предварительный рисунок я сделала вот сделала левую часть там серединка у меня еще не доделана и сейчас будем делать правую до фон тоже готов конечно все это потом может дорабатываться но пока что вот так и для меня это кстати будет относительно новый такой формат потому что я показываю вам обычно быстрый до такой ускоренный процесс работы здесь мы с вами прям вот все все конкретно попробуем сделать и для меня это тоже будет интересно по ходу буду все вам говорить почему я часто бывает делаю ушко потом перехожу на части на участке глаз и потом уже делаю лоб потому что когда глаз появляется мне проще к нему подстроить все остальное то есть глаз у меня готов и у меня уже в голове складывается картинка как оно должно быть потому что глаза довольно важны тут нужно и по форме нам понять и по по размеру по цвету и так далее да то есть основная форма вот здесь готова и я буду по чуть-чуть ее делать темнее поэтому попробую знаете как все что у меня в голове вот происходит когда это делаю обычно сейчас попробую озвучить и посмотрим что она как оно получится я буду делать контур черный такой вокруг глазика у меня это угольный карандаш кстати один из новых видео было с распаковкой с джексон сарс посылками вот там он был там его взяла по моему он и в рознице есть но это обычно это крыта color они много где бывают хороший уголь на самом деле хотелось мне до этого до сказать что угольные карандаши они все примерно одинаковые но на самом деле это не так вот этот очень мягкий такой он довольно мягкий сыпучий и в то же время он очень черный то есть он прям темный темный это удобно есть один минус которым но не минус особенность скажем так который здесь будет так как он довольно сыпучий то есть вы можете там и слышать вот звук вот это да такое царапание который слышен его нужно будет ну во всяком случае как я делаю немножечко так вот перемешиваясь другими черными карандашами и чтобы он не был очень очень мягким очень сыпучим не оставался потому что за счет того за счет его мягкости он остается все таки довольно высоко на поверхности бумаги бумага у меня пастельмат надо будет нам отдельное видео прямо наверно про особенность пастельмата снять и хочется мне еще снять знаете какой момент как сравнить 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 пастельмат и обычную бумагу для пастели то есть наглядно чтобы было видно в чем есть в чем там разница сейчас закрашиваю участок зрачка пока я это делаю не в полную силу да я не сильно нажимаю на карандаш потому что из-за его вот этой сыпучести мягкости я знаю что буду добавлять на него дополнительно еще один слой другого черного карандаша так где он у меня был кстати степ вот нашла фабер черный фабер кастл карандашик он тоже хороший тоже черный он более жесткий то есть он пастельный он не угольный и поэтому он хорошо сочетается с предыдущим крита color угольным их можно удобно перемешивать вместе получается я добавляю изначально много черного вот этого мягкого цвета с помощью угольного и пастельным я потом заполняю все ячейки и поверхность получается более гладкой потому что если я буду сильно нажимать на угольный у меня будет куча вот этой пыли черный и плюс работа будет более такая марка здесь все будет более гладкая почему это важно да почему это имеет значение так как работа будет отправляться до другую страну здесь по моему здесь австрия по моему у меня заказчик когда много всего я забываю ну до того забываю до того момента как отправить так это мы сделали у нас также будут блики с вами на зрачке но мы их сделаем позже тут будут холодные оттеночки вот как как на этом глазике вы можете видеть давайте дальше смотреть что у нас происходит понадобится также растушевка растушевка меня такие уже видавшие виды но работают хорошо я ей распространяю черный цвет и заодно немножко добавляю вот этого серого оттеночка мягкого именно с растушевкой на темные участки у глаз то есть секрет да ну не секрет как сделать объемный глаз это круглая поверхность то есть шарообразная и соответственно сверху более темная часть потому что нависает здесь надбровная дуга плюс есть шерсть объемная наверху да поэтому идет тень то есть тень получается поэтому здесь темнее соответственно и серединка объемная самая яркая сверху темнее снизу тоже у нас глазик как бы округло поворачивает вниз поэтому тут тоже будет темнее я сразу подготавливаю вот это затемнение потом я добавлю туда зеленые оттенки они перемешаются вместе вместе с черным и будет то что нужно да то есть заранее продумываю все моменты до чтобы мне было проще чтобы жить было легче и рисовать тоже вот есть один ваш шаг он влияет на все последующие по сути хотя знаете что я заметила я все равно ну оставляю какой-то момент так вот у меня тут ходит момент творчества я имею ввиду что какие-то новые цвета подбираю выбираю новые сочетания я обычно не подготавливаю когда рисую на заказ прям вот скажем 12 цветов которые мне пригодятся карандашей 8 цветов мелков нет то есть по ходу я смотрю что мне нравится и добавляю то есть всегда стараюсь что-то перемешивать интересные какие-то новые цветовые сочетания получать вот таким образом важно еще по размеру до сравнить чтобы один глаз не был большим друг другой маленьким но мы работаем с пастелью поэтому если даже будет какое-то отличие это можно будет поправить такое часто бывает у меня бывали несколько работ о чем-то задумываешься я иногда делаю слишком широко например глаза и потом искусственно их нужно будет сделать ближе здесь у меня вроде все нормально вроде я хорошо сделала подготовительный рисунок поэтому все должно быть неплохо а еще моментик у меня несколько фотографий до вот этой кошечки которые я рисую у меня есть одна основная с которой я рисую именно выражение лица но по цвету по цвету я ориентируюсь на другую фотографию которая более теплая то есть я не забываю какие-то теплые оттенки добавлять шерсть потому что мне заказчица сказал да что цвет шерсть у нее вот именно вот такой вот теплый здесь наверное не очень хорошо видно на экране телефон да но тем не менее то есть она не черно-белая на прям такая коричневая с рыжими оттеночками поэтому я обычно переключаю с одной фотографии на другую чтобы было достоверно так это мы тоже растушевали снова переходим где у нас форма была и давайте сделаем сам сам глазик тогда один у меня готов то есть цвета остались у меня подобранные здесь здесь не так много на самом деле зеленых оттенков и теплые какие-то тоже присутствует я изначально покрываю небольшим слоем цвета который больше всего будет соответствовать и дальше его дорабатываю меня вот такой вот очень красивый салатовый оттенок на самом деле не так много у меня прям зеленых цветов конечно больше разных коричневых бежевых такого плана но вот этот прям очень удачный контент вот такой вот и они такие такие они хорошенькие такие красивые карандаши мне они очень нравятся по-моему у меня не да вот даже интересно сейчас попробую сфокусирует фокусирует или вот да вот так фокусирует красивые толстенькие такие карандашики очень приятно ими рисовать они тоже очень мягкие мягкие такие сыпучие я бы даже сказала но тут сейчас нам главное сам оттенок чтобы зеленый у нас подходил зеленым я перехожу и на участке где мы растушевочной палочкой добавляли затемнение то есть чуть-чуть наверх сюда подхожу слой небольшой потому что я знаю что я буду дополнительно еще другие цвета туда добавлять зеленый тоже которыми я часто пользуюсь это вот такой вот карандашик derwent в оттеночке такой forest green он называется вот так и есть так он спокойный теплый зеленый не яркий поэтому для каких-то глаз кошачьих самое то есть в нем такой слегка разбеленный что ли момент бывают более пигментированные насыщенные карандаши он в этом плане довольно довольно спокойный но для участков тени очень подходит поэтому верхней части я прохожу с этим зеленым что касается бликов даст каких-то светящихся участков мы их не трогаем в работе с пастелью удобно сначала сделать более такой темный цвет до темный участок неважно что мы именно делаем там глазик ли в нашем случае а потом уже осветлить добавить блики то есть изначально глаз у меня будет более темный по цвету так чуть-чуть вот так вот затемнила видите еще где-то светится у меня серая бумага это нормально иначе у меня просто не поместится все слои даже не то что не поместится на пастельмате они будут помещаться просто будет образовываться очень толстый слой сверху это будет неудобно к чему я начала я не договорила дала мысль потому что чтобы не оставляла много следов чтобы работа была чистая когда отправляете вода то есть я закрываю все это калечкой упаковываю моим обычным образом когда к человеку это приходит хочется чтобы на кальке не было прям полного отпечатка всего изображения чтобы слой был настолько небольшой насколько это возможно да то есть все было красиво четко понятно там цветной прочее что бумага была заполнена но не излишне вот со временем когда постоянно это дело что уже я понимаю какое количество карандаша мне нужно нанести потому что я заранее понимаю сколько здесь будет слоев какие цвета сюда поместится то есть оставляем местечко для карандашей еще сверху яркий вот этот зеленый он добавит нам такой живости правда потом нужно будет нам вернуться добавить больше желтого так как здесь повторюсь да вот именно на этом изображении цвета более холодные то есть все-таки глазки более теплые у кошки может даже и этот я еще сделаю теплее опять же в пастели это несложно это довольно довольно просто добавить оттенок поверх но вот сейчас чуть-чуть изглаживаю и плюс чуть-чуть яркости добавляю также края смотрим чтобы граница зрачка и зеленой поверхности самого самой цветной части глазика они были довольно ровные такие можно чуть-чуть скорректировать форму глаза если нужно за счет вот этого темного ободка то есть я могу на него заходить соответственно так давайте дальше смотреть пока пока мы помним пока не забыли давайте теплый добавим я буду добавлять охристый карандашик по моему он так не хотел я думаю что это охра но это не охра это неаполитанский желтый называется derwent карандаш тоже очень мягенький и с ним мы подключаем такой теплый солнечный более яркий оттенок охристый смотрю где его больше располагается где-то вот по краям глазика да то есть там больше теплого нужно будет еще такие прожилочки наметить чуть позже их сделаем так добавили видите уже более теплый глаз становится но до сих пор он не очень объемный потому что нет бликов блики будем последнюю очередь делать насчет прожилочек я добавлю темно-зеленым с которым уже рисовали такой намек пока что на них какие-то вот особенности пятнышки есть темненькие их тоже сюда добавлю вот так какие-то из них даже скорее больше коричневатый чем зеленые поэтому теплым коричневым отсюда и куда-то добавлю чем больше будет подробности как на фото тем будет у нас реалистичнее все смотреться на это тоже карта вот такой вот интересный коричневый который уходит чуть-чуть в зеленый в общем мне понравился он и сюда хорошо ложится то есть дает в здесь вам покажу такой теплый оттеночек очень неплохой с рыженьким такой в общем подошел мне я думаю часто он будет фигурировать так дальше мы добавляем более светлые участки новенький я его пробовала и в принципе он подошел фаберка стал вот такой 11 22 он светло-светло желтый жалко что они не придумывают они пишут свои цвета какие они как они называются как туда все равно вот на глазики фокусируется здесь у меня не фокусируется интересно почему только вот так вот то есть видят глаза кошки фокусируется на них так он у нас идет на светлые участки которые мне нужно немного осветлить это вот здесь справа рядом со зрачком плюс заодно что я делаю я немножко сглаживаю эту поверхность чтобы глаз более таким блестящим и глянцевым выглядел и будем понемножечку работать со светлыми участками посмотрим потом какой блик у нас на другой фотографии может быть может быть еще чуть чуть бликов сделаем поярче побольше потому что здесь он вот такой небольшой так чуть-чуть желтого добавили есть светлый участок рядом с черным контуром справа сверху тоже могу чуть-чуть вот так вот осветлить а и добавим знаете еще какой мне очень нравится цвет тоже часто он идет в в кошачьих глазах вот такой зелененький derwent он холодный и он довольно яркий он как акцентик какой-то очень интересно получается такой-то разбеленный холодный но довольно яркий зеленый на участке где там блик у нас будет вот его будет хорошо поместить так далее далее беру белый белый это угольный карандаш дженералс и с ним мы легонечко наметим с вами блики так я хотела посмотреть какой здесь у нас блик но здесь немножко другое освещение просто сделаем тогда чуть чуть ярче блик справа как на той фотографии с этой мы можем взять кстати какие-то вот вот такие блики которые идут вот здесь то есть темно это по сути слизистая да у кошечки просто она вот такого темного оттенка и иногда видно ее толщинка тоже можно показать будет так переходим обратно делаем легкий блик с левой стороны вот так вот чуть-чуть осветляю в идеале туда можно добавить немножко голубого но мы будем его добавлять нам зрачок и сюда тоже слегка поместим подчеркиваю где-то наши прожилочки там где есть у них светлые участки здесь кстати красиво видно как уходит уголочек глаза можно будет тоже добавить сейчас и сделаем осветление и блик справа вот так нажимаю довольно сильно на карандашик но в принципе и сам по себе очень яркий серединку вот этого пятна помещаю даже ближе к верхней части прям побольше белого чтобы он у нас светился так ну вот уже глазик блестящий по форме сейчас смотрю надо будет нам сделать потом покруглее да но это когда уже вокруг будем делать то есть вот здесь нужно будет мне еще так вот так вот закруглить глаз потому что сейчас правый как будто более такой миндалевидный что ли но бывает что и в принципе глаза немножко отличаются да у нас и у всех чуть-чуть и у животных но все-таки похожими одинаковыми они бы должны поехали теперь берем голубой так это был не он кстати хотел показать бранзил 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 стараюсь я тоже вписывать в мою работу сейчас активно тем более вот этот голубой вот так вот наверно что фокусировалась или нет эксперименты мои с фокусировкой в общем хороший мне он понравился такой прям небесный цвет красивый в общем здорово что я с ним делаю вот этот светлый рисуночек который виден на зрачке я добавляю это в серединку получается он видите не выглядит каким-то супер голубым потому что есть черная подложка он просто его делает более таким серым скажем так если хочется яркости можно поинтенсивней оттенок сюда поместить и и добавим давайте какой-нибудь прям более светящийся такой брючок и холодный добавим вот сюда рядом с бликом даже чуть-чуть на блик сейчас зайду чтобы он более голубеньким казался добавим чуть-чуть белого снова так так есть небольшая такая фактурка и давайте переключимся на на мою фотографию где там более теплый цвет чтобы чуть-чуть довести именно по цвету потому что мне кажется что все таки я их перехолодила для того чтобы больше теплым глазик смотрелся достаточно всего там несколько штришочков таких желтых по оттенку сделать да и уже выглядит более теплым теперь проверим что там у нас получилось и сделаем зрачок почетче особенно где темные участки плюс проверю форму потому что во время работы с зеленым цветом что-то могло пойти не так так ахам отлично и обязательно сравниваем зрачки по размеру до бывает что мы увлеклись и один оказался больше 2 меньше по размерчику их сравниваем кажется как будто я две минуты это дело дано на самом деле сколько уже 20 минут с лишним и с вами глаз рисуем вот как так и это только один глазик представляете время проходит незаметно так сейчас смотрю на камере как у меня все это получается сделаем ореольчик шерсть вокруг буду делать по тому принципу который уже был у меня с другой стороны светлый участок рядом с уголком глаза тут я по форме шерсти добавляю охристый желтоватый оттенок derwent тут постоянно какие-то волоски попадают его чуть-чуть протягиваю дальше потому что хоть на фото кажется что белый цвет да но мы помним с вами что вот она более теплая да и по желанию у меня тоже было чтобы она более такая коричневатая была по цвету потому что вот так шерсть у кошки выглядит при дневном освещении поэтому сразу немножко покрываем прям маленький слой но зато мы уже будем видеть где нам нужно этот оттеночек наносить так сделали сделали я кстати иногда и с этой фотографии тоже рисую с этой больше каких-то подробностей давайте возьмем черный причем черный который у меня более жесткий будет фаберка стал тут я так ее причешу как я это называю сделаю форму для затемнений пока что опять же первый слой довольно легкий довольно небольшой хочется все-таки какой-то еще кусочек вокруг глаз вам показать то есть пока просто нахожу темные пятна где они находятся такую подготовку делаю техника у нас супер многослойная ну как и должно быть при рисовании шерсти да да и не только шерсти в принципе когда мы хотим сделать реализм фото реализм гипер реализм да можно по-разному назвать ну реализма фото реализм разные вещи да а вот фото и гипер реализм не могу объяснить в чем там разница именно в названиях так дальше идет светлый участок потом идет затемнение тоже его покажу и сделаем темную с черным полосочку справа так вниз она уходит туда добавим еще коричневый как я делала с другой стороны пока пока что пусть она будет черная и так же по росту шерсти под глазиком рисуем маленькими такими штрихами на светлой области с черным не захожу чтобы там не темнить наверху тоже штрих очки я добавляю потому что если приглядеться да там где светлые участки все равно есть черные просто они идут вот так вот через один интересные окрасы кстати вот этот мне кажется один из самых таких благодарных окрасов кошачьих которые легко рисовать вот недавно я так думала что самые сложные коты на самом деле как как неудивительно потому что у меня два рыжих кота я их вижу их цвет рыжие в общем довольно сложно рисовать рыжих котов потому что в зависимости от освещения оранжевые там да какие-то кремовые прочее крем вы кстати еще полегче вот которые прям рыжики такие у них цвет меняется где-то более теплый где-то более холодный тут больше желтого тут больше розового чтобы они при этом оранжевыми не получились там прям сложнее подбирать цвета что касается вот таких оттенков это проще всего особенно выглядит очень эффектно то что они контрастные то есть шерсть контрастное сочетание светлых волосков и более темных и хоть нужно быть внимательным до чтобы понять где у нас какой цвет но тем не менее очень эффектно выглядит мы добавили какие-то контрастные полоски и все считайте все готово сделаем вот этот кусочек и снизу до чтобы сделать рамочку для нашего глазика так вертикально держу карандаш когда мне нужно сделать более тонкую линию здесь еще относительно такой крупный формат можно сказать то есть я могу как-то подробно прорисовать не сильно затачивать карандаш когда бывает очень маленькое изображение например на а4 если в полный рост до портрет котика или собачки то там нужно прям вот очень филигранно все прорисовывать здесь может быть какая-то свобода то есть можно более широко делать штришочки так главное не потерять мой самый темный участок вот он вот здесь находится давайте его затемни вот он то есть вот вот эти темные полосочки потом делаем шерсть которая какая-то из них да какие-то шерстинки попадают на сам глаз рисую где и в каком направлении тоже важно как они идут парочку буквально не парочку несколько вот такие шерстинок которые идут от темного участка и затемним сверху прям поярче там немножко темного не хватает так сделали давайте мы перейдем сейчас какой-нибудь бежевенький нам нужно взять давайте даже вот такой потому что он очень мягкий вот эти стабелы очень мягкие карандаши с его помощью я немножко смягчу сделаю более ровной поверхность он как знаете такой как блендер перемешиватель работает вот так какие-то черные участки они более серыми станут сделаем такую подготовку и потом поместим туда светлые участки чуть-чуть распространяю вот такой черный так и будем вспоминать что было когда мы делали другой глаз ну во первых чуть больше желтого сразу это тоже фаборовский у меня желтый при том он такой сейчас вспомню как называется когда цвет знаете такой сливочный как у сливочного масла такой оттеночек желтого то есть с одной стороны вроде смотришь на него особенно на вот эту шапку кажется что он какой-то там в зеленый в лимоны но на самом деле он более мягкий но в то же время с белым да с белым пигментом разбеленный получается проверяем цвет чтобы я не ушла слишком в какой-то серый здесь нам может пригодиться наш не заточенные даже еще пока что да только вот он прям начал у меня работать коричневый карандаш вот этого золотистого свечения он нам чуть-чуть добавят то есть сейчас пока что такие подготовительные слои еще нет завершающих четких пока только работа с тоном и с направлением шерсти и как раз за счет того что слоев много поэтому кажется что там все шерстинки прорисованы и прочее на самом деле конечно же это не так это иллюзия которая получается при многослойности рисунка так окей все стало более желтенькое более теплое то что нам нужно тут потом я сделаю еще больше теплого как-то видите в этот раз по другому у меня пошло обычно прав дело ушка ушка потом иду вниз здесь прям закатилась начать глаз и лоб тоже у меня еще не доделан то есть вот эта часть она будет еще доделываться что сейчас можем сделать два варианта либо мы берем темный и уже более внимательно рисуем там где у нас темные участки темные волоски сейчас опять же будет этот кусок более темным чем есть потом мы берем и добавляем туда белый даже не белый а белый с с каким-нибудь теплым с желтеньким потому что она потеплее до повторюсь чем здесь то есть чуть чуть еще сейчас все больше и больше подробности у нас будет так снизу тоже да где на глазик у нас заходят волоски потом где светлый участок я делаю меньше нажим на карандаш меньше темных волосков а где более плотный слой там я уже почаще использую штрешочки веду по направлению плюс чуть-чуть они под углом у меня смещаются чтобы был такой эффект пушистости то здесь два момента с одной стороны вы ведете по направлению по росту шерсти а с другой стороны чуть-чуть там на в несколько градусов меняйте угол чтобы в одном месте у вас не были как ровно причёсанные волоски в одну и ту же сторону так все давайте добавим теперь светлый возьмем наш белый яркий и с ним с ним будем прорисовывать волоски которые прием такие на виду которые ближе всего где они светлее я сильнее нажимаю на карандаш где-то где они более мягкие то я нажимаю соответственно слабее вот видите получается уже больше объема то все кажется намного логичнее когда сюда у нас подключился светлый карандаш он показывает что у нас да вот действительно все пушисто плюс где светлые участки идут где тень мы можем его чуть-чуть добавить но еле нажимая чтобы он в полную силу не работал чтобы не был очень светлым красиво если подчеркнуть светлые участки вот эти рядом с уголками но там нужно будет их чуть-чуть вот так вот прочесать то есть чтобы везде была иллюзия что нас везде пушистая шерсть так теперь идем вправо заодно я могу скорректировать сам тон например если где-то у меня слишком много черного я туда добавляю белый и работаю одновременно с из формы и с цветом то же самое сделаем сейчас снизу видите какие-то волоски они очень четкие такие очень яркие плюс маленькие по размеру размер тоже здесь очень важен потому что разная длина в зависимости от того на каком участке у нас растет шерсть еще кстати такой момент знаете он более сложный конечно так сейчас если я найду вот он розовый карандашик там где более гладенький участок слизистый например вот здесь там есть такой немножко сиреневый оттенок поэтому я могу взять вот такой розовый и чуть-чуть добавить голубого как ни странно да вот прям сам уголочек там есть он более холодный даже несмотря на то что мы будем еще затем затеплять рисунок так теперь снова желтый сме нужно довести вот до более теплого состояния как с левой стороны серединочку этого светлого куска оставляю более светлой чтобы было свечение так давайте посмотрим посмотрим иногда нужно наоборот отдалить изображение с которого вы рисуете чтобы более четкая сложилась такая картинка особенно по тону да потому что бывает пригляделись и что-то не затемнили что-то наоборот слишком светлым сделают верхушку опять же пока что не трогаю да то мы с вами будем все мои я не знаю сколько 12 часов рисовать вместе добавлю теперь теплые участки вот здесь где уголки такой тоже интересный красивый оттенок таракотовый оранжевый такой охра с оранжевым чуть с розовым ну вот как светло таракотовый я бы сказала вот такой вот он разбеленый красивый дервинд по цвету кажется что вроде бы совсем он таракотовый не подходит но в то же время часто я его использую особенно в смеси с какими-то желтенькими охрой и везде где вижу что есть более теплый цвет я его добавляю можно и желтенького вот такого теплого чуть-чуть а и в завершении ну в завершении этого кусочка нашего с вами скажем так вот с коричневым с коричневым пройдусь по черному черный сразу станет уже не таким глухим будет более интересный оттенок у меня вот этот карандашик это карандаш у меня их несколько вот такие вот оттенки у меня они обычно коричневые бежевые я беру очень пигментированный очень насыщенный много там пигмента такие они жирненькие можно сказать классные карандаши не для заполнения мягкого а именно для каких-то деталек туда и даже он может быть вообще не заточен да он может быть вот такой вот толстенький но все равно за счет его формулы вот этого пигмента он создает такие тонкие линии вот просто даже вот такой вот не заточенный толстячок и все равно я могу добавить какие-то тонкие детали поэтому он вот сюда хорошо попадает на вот эти участки черные вниз тоже вот так его буду протягивать чтобы сделать такой знаете более благородный оттенок чтобы у нас не было все черно-серые чтобы цветов было много и вот все тогда будет более естественно натурально выглядеть так знаете последнее о чем хочется сказать добавим такие несколько бликов уже ориентируясь на другое фото но блики вещь хорошая если в меру не помешают и вот здесь тоже несколько ярких штрихов да вот таким вот образом но еще немножко мне нужно будет да над этим кусочком поработать собрать потом середина ушка ну и все остальное собственно ну что вот такой вот фрагмент моей работы сегодня я вам показала если был смысл если было интересно дайте мне об этом знать поддерживайте это видео поставьте лайк кому интересно следить за тем что происходит обязательно подписывайтесь три раза в неделю я стараюсь публиковать видео понедельник среда и пятница ну что друзья спасибо за ваше внимание за просмотр и мы с вами еще увидимся пока пока